Добрый день, дорогие наши читатели! Сегодня я хочу пригласить вас на онлайн-мероприятие, которое называется «Эко-погружение. Ботанический прыжок». А сейчас хочу прочитать вам стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова. Ребёнка милого рождения Приветствует мой запоздалый стих Да будет с ним благословение Всех ангелов небесных и земных. Да будет он отца достоин, Как мать его прекрасен и любим. Да будет дух его спокоен И в правде твёрд, как Божий херувим. Пускай не знает он до срока Не мог любви, ни славы жадных дум. Пускай глядит он без упрёка На ложный блеск и ложный мир ошум. Пускай не ищет он причины Чужим страстям и радостям своим. И выйдет он из светской тины Душою бел и сердцем невредим. Конечно же, вы догадались, это стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова посвящено детям. Дорогие мои, сегодня первый день лета, и мы отмечаем с вами Международный день защиты детей. Хочу поздравить всех с Днём защиты детей и пожелать здоровья нашим детям и их родителям. Наконец, мы дождались каникул. И очень важно нашим дорогим любимым детям обеспечить нормальный отдых, чтобы было интересно им проводить каникулы, путешествовать в мир знаний, развиваться. Важно, чтобы дети были вовлечены в культурную жизнь, знакомились с произведениями искусства и литературы, смотрели качественные фильмы, передачи, участвовали в различных фестивалях. Ну, вы знаете, такое выражение, все говорят, дети цветы жизни. Вот в руках у меня замечательные цветы, удивительные. Вы знаете, поэтому мы хотим вам сегодня, всем нашим читателям, подарить незабываемую встречу с удивительным героем, который радует нас каждое лето, расцветая и благоухая на кумбах. Это несравненный иерис. Эти растения встречаются на всем континентах, и в переводе с греческого иерис означает «радуга». Из-за богатого разнообразия форм и оттенков цветка. Есть эти красивые цветы у нас на аллее для слепых и слабовидящих, тропа здоровья. Вот полюбуйтесь, какие они красивые выросли. Это вот на нашей аллее. С любовью эти цветы были посажены сотрудниками ботанического сада около нашей библиотеки. Вы знаете, что незрячий человек, стремясь к изучению окружающего мира, испытывает радость познания красоты. А за каждым открытием стоят восторг, изумление и много-много эстетических переживаний. Поэтому наша библиотека ежегодно организует адаптированные экскурсии для читателей в Ставропольский ботанический сад имени Василия Скрипчинского. В настоящее время в боданическом саду Ставрополя как раз расцвела удивительная коллекция рода ирис из 23 видов и 300 сортов. А сегодня мы с вами узнаем, откуда же появился этот удивительный цветок, какие легенды с ним связаны. Узнаем во время нашей онлайн-экскурсии. Итак, ирис получил название в честь древнегреческой богини Ириды, вестницы богов. Ударение в имени цветка приходится на первую букву. А именовал его отец медицины, знаменитый древнегреческий врачеватель Гиппократ. Буквально слово ирис так и переводится «радуга». Многие народы сложили об этом красивом цветке удивительные легенды. Одна из них посвящена богине Ириде. Она разносила волю богов, паря на невесомых прозрачных крылышках. Ее можно было увидеть в капельках дождя на фоне радуги. Крылья богини переливались всеми цветами, когда на них падали лучи солнца. Люди восхищались красотой златокудрой Ириды. И в ее честь назвали цветок, который своим многоцветием напоминает крылышки этой богини. Много миллионов лет назад зацвел цветок невиданной красоты. Посмотреть на него пришли животные, птицы, насекомые. Солнце, вода и ветер тоже любовались им. И так он был красив, что ветер разнес семена цветка повсюду. Вода поливала их, солнце грело. А вскоре появились ростки. И стал Ирис любимейшим цветком на всей планете. Вы знаете, у рыбаков тоже существует своя легенда. Они сравнивают соцветие Ириса с маленьким маяком, указующим путь заблудшим морякам во тьме и непогоде. А выросли эти цветы-маячки, якобы из слез влюбленной рыбачки, тоскующей о своем муже рыбаке. А вот еще одна легенда. Уверяет, что в свою окраску Ирис получил от рассыпавшейся на мелкие-мелкие кусочки осколков цветных звезд. Они падали на землю и прорастали нежными цветами чудесной окраски. Когда-то защитник всех людей от богов прогрозный Прометей унес с Олимпа небесный огонь, чтобы отдать его человеку. Огонь обогрел всех, подарил горячую пищу. А на небе вспыхнула радуга во всем великолепии своих семи цветов. Так радовалась вся живая природа. Радуга жила всю ночь, обещая людям спокойствие и надежду. Погасла она лишь на рассвете, ушла с неба, но проросла яркими цветами разнообразных рад света, удивительными ирисами. Нашего героя особенно почитают в Японии. Там есть праздник, который отмечают 5 мая под названием День мальчиков. И вот каждая японская семья, в которой родились сыновья долгожданные, пышно празднует это событие, украшая дом предметами с образом этого растения. И это не случайно. Давайте посмотрим. У ириса листья напоминают боевой клинок, поэтому он является символом мужества и смелости в этой стране. Японцы делают из него мистический напиток и называется он майский жемчуг, вселяющий в мужские сердца отвагу. Интересно, что японцы разделяют эти растения на мужские и женские. И если мужской ирис – символ отваги, самурая, то женский олицетворяет невинную кротость прекрасного пола. Изображения цветка украшают японские картины, гравюры и другие произведения. А вот у древних египтян цветок слыл символом красноречия. В странах Востока белый ирис олицетворяет печаль, его высаживают на могилах предков. Россия нашего героя величает касатиком, что означает любимый, желанный, дорогой. Известны другие названия цветка. Например, сорочьи цветы, пузики, частяк, лягушачье копье, волчий огурец, лузики, косички, лепешник, пискульник, касатка и даже пролиска. А вот еще какое название – сазаны, чекан, бубенчики. Представляете, зайчьи огурчики и чименник. А вот на Украине и у нас на Ставрополе называют ирис петушком. Болгары, сербы, хорваты зовут его Перуника, отдавая честь славянскому богу Перуну. Славянские мастера изображением ириса часто украшают посуду, ткани, одежду, предметы интерьера. Все части растения имеют богатый химический состав, оказывающий лечебное воздействие на организм человека. В наши времена это доказано уже научно. Но и в древние времена из ириса готовили лекарственные средства. Используют засушенные части касатика и в ароматерапии в качестве успокаивающего средства. Они снимают стресс и усталость. А вот из корневищ можно делать муку и добавлять ее в выпечках. В малых количествах ирис входит в состав специй, как природный ароматизатор. А вы знаете, что в Азербайджане лепестки ириса превращают в варенье удивительное? Ирисовое варенье, да? Хочется попробовать. В промышленности ирисовое эфирное масло идет на изготовление парфюмерии и косметики. Сырье это на самом деле является очень дорогим. Поэтому его используют только в косметических средствах высшего класса. Известен всем флориндийский ирис, который считался цветком королей, почитался как символ власти. Косатик наш венчает городской герб Флоренции. Из его корней вырабатывают ароматное эфирное масло, запахом напоминающие аромат фиалки. И отсюда возникла путаница. Ведь корень флорентийского ириса так и называется – фиалковый корень. И все думают, что это корень фиалки, но это ирис. Стоит вещество очень дорого. Из одного килограмма сырья удается выделить всего 7 граммов эфирного масла. Ирисовое масло называют ирис-баттер. Оно имеет кремовый цвет и полутвердую консистенцию, напоминающую сливочное масло. Его можно получить только из флорентийского ириса вида полида. Масло обладает длительной стойкостью аромата. При добавлении в косметические средства его сильно разбавляют. Процесс производства этого вещества труден, длителен. Поэтому оно самое дорогое из известных, даже дороже амбры и мускуса. Неповторимый аромат ириса носит название ирон. Вы знаете, что для удешевления парфюмерии и косметики натуральный ирон синтезируют химическим путем. И получают состав, конечно, близкий к натуральному аромату. Конечно, в ландшафтном дизайне ирис играет не последнюю роль. Есть цветники, называемые иридариями, где царствуют ирисы и обязательно камни. Прекрасно смотрится композиция из них на берегу водоема. А вот как изобразил ирисы известный художник Винсент Пан Гог в своей картине «Ирисы». Один из самых известных и запоминающихся сюжетов великого нидерландского живописца. Написанные за год до смерти художники ирисы стали отдушны в его творчестве, поражающей своей живостью, нежной передачей цвета и общим умиротворением сюжета. Возьми цветную кисть, бумаги только, мгновенно прикоснись движением тонким. По влажной белизне, прозрачной синью, пусти волну к волне размытых линий. Теперь цветок живой, прохладный ирис, воскресно-голубой, и солнца примесь, бутоны, лепестки, стеблей и звивы взволнованы, легки твои мотивы. А мы сегодня с вами насладимся великолепными мотивами цветения в Ставропольском ботаническом саду. Сотрудники сада в условиях самоизоляции предлагают нашему вниманию презентацию коллекции ирисов. На кадрах сотни цветов разных сортов и расцветок, лимонные и оранжево-желтые, лазоревые и сапфировые, фиолетовые и снежно-белые, сиреневые и голубовато-черные, пурпурно-вишневые, розовые и бронзово-багряные. Цветет наш герой недолго, около трех недель, но зато как он великолепен в этот период. Я желаю вам приятного просмотра, приятной экскурсии и хорошего лета. Здоровья всем вам! До новых встреч! Всего вам самого доброго! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!